Цветут, цветы. Праздничное оформление столицы почти готово. Что появилось нового в этом году узнала наша съемочная группа. Красота-то какая! Лепота! Актер Юрий Яковлев сказал эту фразу в знаменитой комедии о Москве. Но она отлично подходит и для цветочного оформления столицы Чувашии. В этом году художники объединили все арт-объекты одной темой – народное творчество и гостеприимство города на Волге. Клумбы с национальной символикой, огромная ладья, зеркальные лебеди. Идеи обсуждались заранее. Оформление выполнено для каждой отдельной территории по индивидуальному проекту. Несмотря на то, что они все разные, везде установлены разные арт-объекты. Очень красивый, интересный арт-объект расположился у нас в сквере парки 500-летия города Чебоксара Амазонии. Это ладья, символизирующая историчность города, расположение его на Волге. И то, что Иван Руна, плывя на город Казань, останавливался на реке Чебоксарки. И с этого момента началась официальная история основания города 1469 года. Розы, петунии, бегонии, голиусы – однолетние и многолетние растения радуют глаз в 20 скверах и парках, 20 общественных пространствах. Но далеко не все жители города только любуются цветниками. Некоторые распоряжаются ими как своими собственными, выкапывая понравившиеся экземпляры для своих дачных участков. Бывает так, что накануне посаженной цветники на следующий день оказывается без части рассады цветочной высаженной. В некоторых случаях даже к посажающим работникам подходят просто горожане и говорят, а можно мы у вас возьмем несколько штук? Говорят, да вы что, у нас каждый цветочек на контроле. Ну, смотрите, иначе мы сами придем и ночью выкопаем. Даже такие бывают случаи. За примерами далеко ходить не надо. Здесь, на площади республики благоустроена территория, прилегающая к храму Рождества Христова по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Вот только подрядчик не может ее сдать. Все потому, что здесь за первую неделю июля выкопали 11 кустов гортензии. Это все зависит, я говорю, от внутренней культуры. И еще нужно, чтобы обязательно родители воспитывали детей. Потому что, когда мы видим, что мама с ребенком идет мимо клумбы, и ребенок отрывает буквально цветочек оттуда, пусть он не выкапывает, он просто отрывает цветочек. И когда слышишь, когда делаешь замечание и слышишь, что мать говорит, ну и что такое один цветочек сорвал? А именно ведь с этого начинается. Сохранить окружающую нас красоту должен каждый, не оставайтесь равнодушными. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.